Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Этот ролик будет посвящен предстоящему выходу новой редакции ветеринарных правил по содержанию медоносных пчел на 2021-2027 год. И обычно я стараюсь все-таки не касаться каких-то законопроектов, не высказывать свое мнение по этому поводу. Но вот в данном случае не могу никак остаться в стороне, потому что по большому счету в них прописаны такие условия, которые просто невероятно уже выполнить. Эти правила задают очень много вопросов, и прочитав их у меня в голове только лишь два слова крутятся. Это убийство пчеловодства. Убийство пчеловодства в России. Честно говоря, конечно, крутится в голове у меня гораздо больше слов, но тут будет одно лишь пи-пи-пи. Ничего другого вы не услышите. Никакого понятия у человека, который их расписал о пчеловождении, вообще, видимо, нет. Или он живет на какой-то другой планете. По крайней мере, местные условия не учитывались абсолютно. Честно говоря, эмоции меня перехлёстывают. Обсуждать их вот так вот спокойно я просто-напросто не могу. Поэтому сейчас вставлю в ролик выступление Алексея Матюшкина. Посмотрите. Он прокомментировал эти правила достаточно сдержанно. Чего не получится вовсе у меня. В конце есть инструкция, что же нужно сделать, как нам нужно объединиться. Как действовать в этой ситуации, чтобы всё-таки мнение пчеловодов, мнение понимающих людей были услышаны. И, конечно же, в любом случае от вашей активности, от вашего мнения зависит наша будущая судьба. Я не преумеличиваю нисколько. То есть я бы сказал, что судьба пчеловодов всей России. Так что обязательно пишите комментарии, высказывайте своё мнение под этим роликом. Делитесь им в своих соцсетях. Эта информация должна дойти и разлететься как можно быстрее. Чтобы у нас была хотя бы возможность повлиять как-то на этот процесс. Естественно, чем вы больше пишете комментариев, чем вы больше ставите лайков, дизлайков, тут уже без разницы. Чем вы больше делитесь этим роликом в своих соцсетях, YouTube воспринимает эту информацию как очень интересный ролик, тем самым начнёт его продвигать. Так что не поленитесь, хотя бы лайк или дизлайк поставьте. Напишите пару слов буквально, своё мнение по этому поводу. И ролик достаточно быстро разойдётся. Я надеюсь, всё-таки мы как-то сможем собраться и решить нашу общую судьбу. Доброго здравия, уважаемые пчеловоды и работники департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства. Меня зовут Матюшкин Алексей Викторович. Я занимаюсь пчеловодством более 27 лет. Пасека в последние годы насчитывает более 500 пчелиных семей. Какая причина моего сообщения? Причина – это принятие проекта ветеринарных правил и очень сжатые сроки для их обсуждения. То есть у нас есть ещё около двух недель для того, чтобы высказать свои замечания и предложения по данному проекту. Понятно, что в Москве очень мало специалистов, знакомых с пчеловодством, особенно в департаменте ветеринарии. Поэтому есть очень много спорных пунктов и пунктов очень вредных для пчеловодства. В результате их принятия просто каждому из нас придётся закрыть свою пасеку, потому что мы не соответствуем ветеринарным требованиям. В первой части видео, в первую очередь, мои комментарии по ветеринарным правилам, а не для работников Министерства сельского хозяйства, Департамента ветеринарии. А вторая часть будет пошаговая инструкция для пчеловодов, как, зайдя на предложенный нам сайт правительственный, regulation.gov, оставить свои комментарии и отзывы по данному проекту правил, чтобы эти комментарии были услышаны, правила были приведены в нормальный вид, который развивает пчеловодство, а не ставит на нём крест. Сразу хочу сказать, что этот проект почему-то принимается с 2021 по 2027 год на 6 лет всего. Если человек, опираясь на правила 1976 года, жил 40 лет до 2016 года и мог как-то планировать свою деятельность, то, начиная с 2016 года, сейчас нам предлагается режим 6-летний. Правила игры будут меняться на ходу каждые 6 лет, но это не совсем серьёзный подход, потому что люди вкладывают средства, люди развивают своё хозяйство, покупают земельные участки, строят недвижимость, а потом оказывается, что им нельзя держать пчёл на своих участках. Это прямое противоречие их конституционным правам и также со здравым смыслом. Поэтому есть предложение принять эти правила сейчас в окончательном, ну скажем так, самым правильном варианте и не менять их каждые 6 лет, или хотя бы не ухудшать условия содержания пчёл для пчеловодов. Но пойдём теперь по пунктам. Требования к условиям содержания пчёл. Это пункт 2. Не допускается содержание пчёл на территориях бывших и действующих полигонов бытовых отходов, скотомогильников, кладбища, честных сооружений, навозных, хранилищ, предприятий по переработке кожейного сырья. Ну, вообще-то пчёлы не мухи, поэтому их не интересуют данные объекты, и ни один здравомыслящий пчеловод сам не будет располагать своих пчёл на свалках, кладбищах, скотомогильниках. 5 километров от аэродромов, военных полигонов, радиолокационных, радиотелевещательных станций и других источников микроволнового излучения. Тоже в 2016 году этого пункта не было в правилах, потому что все уже понимают, что микроволновые излучения с сотовой связью пришли к нам уже в дом. У нас у всех есть и микроволновки, и скоро появится 5G, поэтому этот пункт нужно убирать, потому что он устарел. Кстати, влияние сотовой связи на пчёл очень преувеличено, потому что сотовой связью мы пользуемся достаточно долго, и видим, что гибель пчелосемей происходит не по вине сотовой связи, а именно по вине отравления ядохимикатами при обработке полей, а также при ситуации, когда клещ варатоз разносит вирусные заболевания у нас на пасеках. Поэтому нужно вот эти два фактора первые исключить. Так, далее появился пункт, новый пункт, 3 километра от болот. Вообще непонятно, о чём этот пункт. Пчёлы дикие насекомые, которые в естественной природе замечательно живут, болота являются медоносами, пчёлы прекрасно взаимодействуют с своей, значит, естественной стихией и с болотной растительностью. Я думаю, что этот пункт, с одной стороны, запрещает нам держать пчёл в лесах, потому что в Сибири у нас в любом месте 3 километра обязательно найдётся какой-то заболоченный участок. И второй пункт, следующий пункт, он запрещает в населённых пунктах 300 метров от помещений, в которых содержатся животные других видов, включая птиц, за исключением животных, принадлежащих владельцу хозяйства. Получается, что у нас сейчас 95% всех пчелосемей находятся в личных подсобных хозяйствах. Пасеки располагаются на территории населённых пунктов. Населённых пунктов каждый владелец по закону о личном подсобном хозяйстве и согласно традиционному укладу на селе имеет разных животных, начиная от птиц, значит, крупнорогатого скота, овец и так далее. Значит, и если мы вводим эту норму 300 метров от помещений соседских, хотя самому владельцу пасеки разрешается эти животные держать, непонятно, откуда взялась опять же эта норма, но этот пункт полностью уничтожает личное подсобное пчеловодство. Далее, 3 километра от пасек, за исключением пасек, указанных в пункте 6 настоящих правил. Смотрим пункт 6. Пункт 6, следующая редакция. Пасеки, предназначенные для получения продукции пчеловодства, целью реализации должны быть удалены от пасек, предназначенных для размножения или вывода пчел определенной породы, сохранения существующих генофонда пчел и пасек, предназначенных для осуществления мероприятий по карантинированию пчелиных семей и далее карантинированной пасеки пчелосеми на расстоянии не менее 7 километров. Но здесь все свалили в одну кучу. И самое главное, что здесь не указаны разведенческие, просто указано, что пасеки занимаются разведенческим направлением. Если мы говорим о защитной зоне, именно от племенных пасек, племенных репродукторов, то эта зона должна быть до 20 километров. И должна быть обязательная приписка. Скажем так, пасеки, находящиеся в радиусе 20 километров, должны получать племенной материал, матки, маточники, пчелопакеты, пчелосемьи, именно на этой племенной пасеке, имеющей и подтверждающий статус племенной пасеки, племенного репродуктора. Чтобы насытить именно трутневый фон для оплодотворения маток данного племенного хозяйства. Поэтому без вот этой приписки о возможности пчеловоду получать племенной материал с данной племенной пасеки, особенно там нужно указать, что это должны быть какие-то льготные условия, нельзя наводить, скажем, такую карательную меру и всех зачищать. Я могу также объявить свою пасеку разведенческой, не имея никаких на это документов, и сказать, пожалуйста, за 7 километров покиньте все данный радиус. Это же будет противозаконно. 500 метров от границ полосы отвода автомобильных дорог, высоковольтных линий электропередач, железных дорог. Наша страна очень вытянута с запада на восток. Возможно, дорожная сеть на западе, она еще имеет возможность, скажем так, удалиться от основных дорог. Если мы посмотрим Транссиб и все дороги федерального значения, которые проходят с запада на восток, то вся жизнь сконцентрирована именно возле этих дорог. И тем самым мы просто уничтожим пчеловодство Сибири, отчасти Дальнего Востока, потому что остальные местность, скажем так, не имеет никаких проезжих дорог покрытием и без покрытия. И вести пчеловодство на вертолете, что ли, на пасеку летать, если мы ее отделим 500 метров от границ отвода железных дорог. Причем непонятно это расстояние. Расстояние летопчел, активное, продуктивное, мы говорим, 2-5 километров, а в связи с отравлением мы видим, что отравление пчел происходит на полях, удаленных на 10 километров от пасеки. Поэтому вот эти 500 метров, они никак не решают проблему с нахождением медоносов от пасеки. И просто уничтожают, скажем, возможность заниматься пчеловодством, на большой территории. Поэтому этот пункт тоже необходимо удалять. 300 метров от медицинских организаций, учреждений культуры, организаций, в скобках, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, организации отдыха детей и их оздоровления, социальных служб для детей, специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, игровых комнат, мест проживания граждан, имеющих медицинские заключения об аллергической реакции на ужаление пчел. Так, вот смотрите, опять же, все собрали в кучу. Ну, есть предложение сохранить расстояние до медицинских учреждений, учреждений культуры 100 метров. А именно, имея в виду граждан, имеющих аллергическую, медицинское заключение об аллергической реакции на ужаление пчел, вообще удалить. Почему удалить? Потому что у любого здорового человека здоровая реакция – это покраснение в месте ужаления, хоть пчелы, хоть осы, хоть шмеля, даже на комаров и мошек такая же реакция. При этом медицинское учреждение запросто вам даст справку, что у вас есть аллергическая реакция, да, есть покраснение в месте ужаления. И мы знаем, какие отношения бывают между соседями. Если этот пункт будет категорично внесен в эти правила, то считайте, что это тоже уничтожает все пчеловодство личных подсобных хозяйств, потому что оно сконцентрировано в населенных пунктах. Здесь нужно, мне кажется, оставить ту ситуацию, которая у нас есть на данный момент. Соседи всегда могут решить свои права в судебном порядке. Именно суд с доводами двух сторон приходится считаться. Значит, есть и защитники, есть и законодательство об охране отдыха и так далее, здоровье, на которое уже опирается суд. Ну, никак он не должен опираться на ветеринарные правила. И не забываем, что цель ветеринарных правил это, конечно, здоровье пчелиных семей. Каким образом здоровье пчелиных семей зависит в данной ситуации от вот этих метров до медицинских учреждений, организации, значит, образовательную деятельность или там граждан, имеющие какую-то реакцию на ужаление пчел. Не забываем, что все-таки есть уставы сельских поселений и только граждане на своем сходе могут решать, какое, значит, расстояние или какое количество пчелиных семей они в данном населенном пункте или садовом товариществе согласно их устава разрешают и так далее. Так, далее, значит, сказано, что также от пути перелета пчел других пасек и размещения пасек на временные участки медосбора. Но вот здесь бы мы хотели бы сказать, что есть сейчас проблема. Проблема с отравлениями пчел ядохимикатами именно аграриями и фермерами. И мы должны стимулировать перевод пчелиных семей на мобильную основу. И вот уже в тех регионах, в которых раньше начался обработка ядохимикатами, это Краснодарский край, Крым, юг России. Там многие пасеки находятся в павильонах, платформах. И все они кочевые, потому что на одном месте у них невозможно получить ни развитие, ни достаточного медосбора. И сами пасеки решают расстояние вокруг поля с хозяином этого поля. И не нужно вот здесь, скажем, вмешиваться в эти отношения причем, согласно ветеринарного законодательства, у нас разрешена перевозка пчел на опыление или в другие, значит, районы только здоровых пчелосемей. Поэтому, если наши пчелосемьи здоровы, то влияние 300 метров или там 3 километра или полтора километра, оно никакого влияния не оказывает на расстояние между пасеками. При отсутствии, естественно, именно ветеринарного, значит, влияния, при отсутствии естественных препятствий, содерживающих паровый ветер, пасеки в круглоготичном нахождении мулев на одном месте должны быть огорожены забором или кустарниками и строением высотой не менее 2 метров. Хотелось бы здесь обязательно иметь приписку, это должно касаться населенных пунктов, потому что есть стационарные пасеки, которые находятся в ненаселенных пунктах и, в принципе, не нуждаются в плашном заборе 2 метра. И появился новый пункт, закрытая яма для сточных фонд на расстоянии не менее 200 метров от пчелосемей. Но, господа, я не знаю, как вы считаете эти расстояния, если участки, значит, 10 соток, 5 соток, 20 соток, то там может и не быть 200 метров от пасеки, чтобы где-то расположить закрытую яму для сточных вод. Так, на пасеки, также возле улья с пчелами, вывезенными до сбор, должны быть установлены поилки с подсоленной водой при отсутствии на расстоянии более-менее полтора километра водоемов, озер прудов, ободненных карьеров, водохранилищ, водотоков, рек, ручьев, каналов, природных выходов подземных вод, родников, поилки с чистой водой. Да, это очень актуальная тема для юга России, где нет естественных водных объектов. Для Сибири она совсем не актуальна, потому что у нас достаточно источников чистой воды как в природе, так и та же роса, которую пчелы собирают с обильной растительности каждое утро. И мы должны не забывать, что общие поилки и общие кормушки являются осадником заболеваний, служат именно передачей клеща, воротоза и вирусных заболеваний в этих местах концентрации пчел. Для изготовления ульев и защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды допускается к использованию натурального материала, не оказывающего вредного воздействия на здоровье пчел и продукты пчеловодства. Тоже этот пункт, он спорный. Почему? Потому что сейчас на территории Российской Федерации имеются сертифицированные производства пенополистирольных ульев. На европейской территории также распространены полиуретановые и пенополистирольные ульи. Эти ульи зарекомендовали себя как теплые ульи, прекрасно развиваются в них пчелы, меньше заболеваний от остывания, происходит остуживание расплода. Поэтому данный пункт нужно исключать. Далее, значит, ульи должны устанавливаться на подставках не ниже 0,3 метра от земли, на расстоянии не менее 3 метров друг от друга и не менее 10 метров между рядами. Но, господа, это вообще нонсенс. Во-первых, все мировое пчеловодство содержит пчел на поддонах. Европоддон 16 сантиметров высотой. Это замечательное решение для мобильной перевозки пасеки. Пасеки стоят на поддонах по 4 штуки, грузятся механизированными способами, погрузчиками, манипуляторами за кратчайшее время. Без этого нам никак не уберечь пчел от отравления. Поэтому вот этот нонсенс 30 сантиметров от земли и выше, это скажется естественно. И в транспортном средстве, если эти поддоны увеличить до 30 сантиметров и выше, то мы будем, скажем так, меньше пчелосемей, возможно, погрузка в автомобиль. Будем возить воздух. Также расстояние 3 метра друг от друга и не менее 10 метров между рядами, откуда взята такая норма, это, наверное, исправилось 76 года, когда пасеки были 100 пчелосемей, и пасеки были, наверное, не личные даже, а больше совхозные. И была вот такая расстановка ульев принята. Сейчас же мы видим, что личные подсобные хозяйства не имеют возможности 10 метров между рядами. Ульи, с одной стороны, мы говорим, что разряжаются павильоны, а в павильонах, как мобильных, так и стационарных, и прицепах расстояния между ульями вообще нет. Ульи стоят вплотную один к другому. Поэтому, почему в павильоне можно ставить ульи вплотную один к другому? В этих же правилах, вот, как говорится, два абзаца выше. А на земле не менее 3 метров в ряду и не менее 10 метров между рядами. То есть, ну, это прямое нарушение законных прав использования своего земельного участка. Перед летками ульев должна быть оборудована прилетная площадка размером 50 на 50 сантиметров, свободная от растительности, засыпанная песком. Ну, давайте рассмотрим этот вариант. Во-первых, о свободной от растительности. Значит, мы, находясь в лесу, находясь у фермера на опылении, не имеем права уничтожать растительность. То есть, мы можем скосить по желанию, можем и не косить. Это как договор будет именно с данным сельхозпроизводителем, который пустил нас на свой земельный участок. Тем более, засыпать песком какие-то его участки при этом, ну, мы не имеем никакого права. Также не стоит забывать о положительном влиянии именно растительности возле ульев пчел. В южных регионах они затеняют от чрезмерного перегрева, от солнца. Также благоприятствуют отсутствию слетов пчел при облете молодых пчел и возвращении маток с брачного облета. Именно они ориентируются под данную растительность. Специально мотководы, понимая, что вы не разбивали отводки слабенькие, которые мы делаем для облета маток и нуклеусы, если поставить их на нескошенную траву рядом, значит, в траве, то их, во-первых, более сильные семьи не будут разграблять в безяточный период. Им проще защищать свои семьи именно с наличием этой травы. Далее для защиты пчел используются зимовники. Здесь несколько страниц с описанием зимовников. Я думаю, что это все рекомендации, потому что даже в сибирских условиях не все пчеловоды пользуются зимовниками. Есть варианты канадской зимовки, когда используют кожуха с утеплителями сразу на 4 улья. Есть и другие варианты зимовки на воле. И при этом пчелосемьи, которые зимуют на воле, они имеют более крепкий иммунитет, лучше противостоят заболеваниям. Раньше развиваются весной, поэтому это дело каждого пчеловода использовать ему зимовник или не использовать. За 3 дня вы должны убрать пчел зимовник, если температура ниже 5 градусов опустилась. Но это вообще такого в Советском Союзе даже не было, чтобы вот так жестко регламентировать определенные работы в каждом хозяйстве. Я думаю, любой пчеловод заинтересован в здоровье своих пчел больше, чем любой ветеринарный врач. И он сам лучше знает, когда ему заносить зимовник, когда ему выносить из зимовника, при какой температуре, сколько рабочих или календарных дней для этого нужно. Не допускается обработка пчел во время главного медосбора, за исключением обработки пчел на карантинных пасеках. А вот обработка пчел, смотря чем она может проводиться. Сейчас мы зашли в такую ситуацию, что пчеловоды вынуждены в летний период обрабатывать пчел парами кислот органических. При этом кислота разлагается на углекислый газ и воду, никакого вредного воздействия на качество меда не оказывает. Поэтому здесь нужно об этом не забывать и понимать, что именно использование органических кислот разрешается во время главного взятка, потому что иначе из двух зол придется выбирать меньшее, чтобы пчелы не погибли. Даже летом лечить от клеща. Ну и такие, значит, откачивания меда из гнездовых рамок в период главного медосбора. Ну а после главного медосбора можно уже откачивать, что ли, получается, из гнездовых рамок. Здесь вообще рассматривали, я так понимаю, наезд на пчеловодов, держащих пчел в лежаках, потому что гнездовые рамки в лежаке, ну в основном гнездовые рамки, там очень много лишних гнездовых рамок. Если это улей, значит, не лежак, то в основном никто и не качает с гнезда. Все, что в гнезде, остается пчелам на зимний период. Далее, значит, тоже касается перетопки сот на воск. Гнездовые рамки пишут, что нельзя перетапливать на воск, но здесь хотелось бы услышать все-таки один вариант утилизации гнездовых рамок, это их перетопка с целью сдачи уже на свечи или на технические цели, которые не связаны с пчеловодством. То есть у нас в народном хозяйстве воск используется и для пропитки древесины, значит, на каких-то изделиях, и для свечей. Поэтому никакого вреда, я думаю, воск гнездовых рамок не окажет для этих целей. Очень видно неквалификацию специалистов, которые готовили в департаменте ветеринарии эти правила вот по этому пункту. После главного медосбора должны проводиться мероприятия, направленные на недопущение раения и слета раев. Ну, мы знаем, что поздно пить боржоми, когда начался главный медосбор. Пчелы сами прекращают раиться в главный медосбор. Эти все мероприятия, наверное, если уже и вы их пишете, хотя это рекомендация, то это должно быть до главного медосбора, мероприятие по недопущению раения и слета раев. Так, и вот еще один ляп, ну, который видно любому пчеловоду невооруженным взглядом. При наличии пади корма быть должны заменены сотами, цветочным медом или пергой. Перга и мед – это абсолютно разные вещи, поэтому пергой не заменить никак мед. И перги в зимний период, ну, максимум 2 килограмма нужно иметь с краю гнезда, но никак не, значит, 20 килограмм перги, которые здесь рекомендуются для замены. Есть у меня одно предложение. Практика показала, что когда наступает отравление пчелиных семей агрохимикатами, она, ну, сыпется на пчеловода, как кувалды по голове его, значит, оглаушили, он не знает, куда, к кому бежать и кого созывать на эту комиссию, куда отправлять эти пробы. Поэтому хотелось бы, чтобы вот в этих ветеринарных правилах эти полномочия и ответственность за проведение дальнейших этих мероприятий была возложена на ветеринарного врача района. Именно он отвечает за здоровье пчелиных семей в своем районе, он владеет ситуацией по всему району, он понимает, если произошло отравление пчелиных семей не в одном населенном пункте, а в нескольких населенных пунктах, значит, понимает, какое хозяйство проводило обработку, скорее всего, то есть у него больше информации у этого ветеринарного врача скапливается, и было бы неплохо, как у нас сейчас все приводится с государственным регулированием к одному окну, чтобы пчеловод обратился к своему ветеринарному врачу о массовой гибели пчел, и здесь уже ветеринарный врач был инициатором сбора как комиссии, значит, так и сдачи всех материалов в специализированную лабораторию. Они знают врачи, они учились на это, они за это получают бюджетные средства и являются более компетентными в данном случае, поэтому вот это предложение, его бы как раз необходимо внести пунктом 29, завершающим пунктом данных ветеринарных правил. Это бы действительно послужило, скажем так, развитию пчеловодства, сохранению пчеловодства. Всем нам надо принять сейчас активное участие, потому что осталось времени до 11 декабря не так много, только до 11 декабря принимаются наши предложения и замечания по данному проекту. Каждый пчеловод имеет право, если его затронула вот эта тема ветеринарных правил, зайти на государственный сайт regulation.gov и внести свои предложения. Сейчас вам будет предложена инструкция, как пошагово зайти на этот сайт и оставить свои комментарии, поставить дизлайки, значит, под этими ветправилами. Иначе, если мы сейчас в ноябре месяце не позанимаемся, в начале декабря, то следующую весну нам придется отвечать уже по вот этим ветеринарным правилам, возможно, мы все окажемся вне закона. Благодарю за внимание. Доброго здравия всем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова